Девочка с колокольчиком Это такие сентиментальные воспоминания, которые есть у каждого из нас И почему-то, когда речь заходит о семейном образовании, очень часто у людей возникает страх, что у них хотят отобрать вот эти сентиментальные ценности С другой стороны, кто сейчас не ругает школу? Одно из самых популярных выступлений на TED-е про то, как школа убивает креативность Сейчас школу ругают родители, дети, сами учителя К сожалению, разговоры о семейном образовании чаще всего и идут между вот этими двумя огнями Страхом потерять сентиментальные ценности и уход в критику Я хочу сегодня пойти немного дальше и посмотреть, какие же есть у нас варианты Эти варианты я уже ищу на протяжении семи лет Их наверняка намного больше, но я поделюсь тем, что нашла я Семь лет назад, когда моему старшему сыну пришло время идти в школу Я тоже читала всякие критические статьи, смотрела на своего ребенка и подумала А я попробую, попробую учить его сама Я пришла в школу и спросила, могу ли я учить своего ребенка сама И мне сказали, что если медицинских показаний нет, то нельзя И почему-то тогда, хотя у меня не было единомышленников, не у кого было спросить, я засомневалась и решила почитать кодекс об образовании И оказалось, что в кодексе действительно прописано, что у каждого родителя есть такая возможность обучать ребенка самостоятельно Это называется индивидуальный план обучения Это значит, что вы можете взять учебники в школе, готовиться самостоятельно и приходить и сдавать с какой-то регулярностью тесты Так мы прожили два с половиной года На это не уходило очень много времени Программа младшей школы достаточно простая Это было 2-3 часа в день, иногда даже не каждый день Потом я узнала, что существует и доступное дистанционное обучение Дистанционные школы работают по альтернативным программам, и это уже давало больше свободы График аттестации был такой, что можно было сдавать экзамены один раз в год И тогда можно было погружаться в отдельные предметы Например, выучить математику весь год, потом русский, издать это В общем, это было еще удобнее Постепенно я стала находить единомышленников в сети Мы стали общаться, делиться нашим опытом И вот уже два года мы проводим конференцию по семейному образованию В нашей фейсбук-группе более 700 человек уже И это очень-очень разные люди За эти 7 лет я видела много разных историй Как люди дома осуществляли образование собственных детей И в них нет какой-то общей тенденции В том и прелесть, что это каждая история индивидуальная И мы накопили уже столько много опыта и ресурсов Что в какой-то момент я поняла, что мы можем объединяться Такие люди могут объединяться и делиться своими ресурсами А к тому времени подросла еще моя средняя дочь В отличие от старшего сына, который такой индивидуалист Он любит программировать, паять Он спортсмен, но у него даже вид спорта индивидуальный Он пловец А средняя дочка, она такая вот экстраверт Ей нужна сцена, танцы, театры И вот этого дома, конечно, мы не могли обеспечить И вот этот накопленный опыт родителей, который я уже видела, что есть С другой стороны, вот это дистанционное образование Потребности из моей семьи Те точки, которые сошлись вместе И я поняла, что можно сделать родительскую кооперацию С сентября мы встречаемся в ежедневном формате У нас порядка сейчас 10 семей Это дети разного возраста И мы своими силами их образовываем И, конечно же, мы сталкиваемся с какими-то проблемами Но это никогда не проблемы с системой образования То есть если в разговорах с представителями системы образования Вы можете ясно и понятно сказать, зачем вам это нужно То никто вам препятствий делать не будет Я разговаривала со многими директорами школ У меня даже была специальная комиссия Я поняла, что люди из системы образования Они либо не знают И тогда нужно просто распечатать закон И принести эти пункты подчеркнутые Либо они хотят убедиться в серьезности ваших намерений И в этом ничего плохого нет Если вы и для себя сами ответите на вопрос Зачем? Зачем вам это нужно? Что вы хотите такого дать своему ребенку И что не может дать школа? Я вам расскажу, как мы ответили в нашей семье Но, конечно, для меня, когда сейчас ко мне начинают обращаться люди За консультацией по вопросам семейного образования Для меня очень важно, чтобы в семье самостоятельно ответили на этот вопрос Значит, я расскажу, как мы Мы решили, что для нас самое главное Чтобы к 14 годам ребенок понимал, что он хочет делать Что может делать И то, что он хочет и может делать Нужно ли это миру Почему я сказала еще к 14 годам? Потому что вот такой формат родительской кооперации Я вижу именно до 14 лет Потому что сейчас объединяются родители Которые готовы детям своим что-то дать После 14 лет их интересы настолько ярко выражены Что дальше уже дети будут объединяться по собственным интересам У моего сына долгое время был друг, мальчик Который тоже на домашнем обучении И вот они собирались вместе Там лет 9-10 У них была куча общих интересов А потом мой программированием занялся А тот музыкант И вот мой приходил к музыканту Говорит, ну давай я тебе на баяне сейчас поиграю И вот мой слушал Вот так, ну вот сколько-то еще А потом, когда музыкант приходил к нашим Он говорит, смотри, вот какие я светодиоды купил Он такой, ну что это за свои деньги Вот эту вот ерунду Ну здесь вот постепенно у них Чем старше они становятся Тем им нужна уже своя группа И поэтому дальше после 14 лет я вижу Что это будут уже кооперации среди детей Так вот И мы ставим вот эту нашу цель Чтобы к 14 годам они знали По поводу чего они будут собираться в эти кооперации Что они хотят что-то делать, могут делать И это то, что они хотят и могут, нужно миру Сейчас очень многие жалуются, что дети ничего не хотят Но если посмотреть на такого ребенка То, как правило, он не хочет того, что от него ожидают, требуют Потому что они уже у нас там с трех лет На курсах раннего развития И всяких кружках и так далее И получается, что к 9 годам они уже так много всего учили И делали того, чего они не хотели Что уже очень сложно разобраться, чего же они хотят Поэтому всех детей, которые попадают к нам в кооперацию И своих детей Я смотрю, чтобы обязательно в их расписании дня Было 2-3 часа ничего не делания Чтобы это было время, когда они остаются наедине с собой Со своими важными делами И только тогда у них выкристаллизовывается свой собственный интерес И очень важно относиться к нему уважительно Нам, взрослым, родителям Относиться уважительно к этому интересу Несмотря на то, что он может нам казаться каким-то Ну, неважным, несерьезным Например, вот у моего сына было лего Вот лего и лего увлечения Но мы как родители видели, например Что он действительно не очень любит общаться с другими детьми И мы придумали ему такую затею Говорим, давай, ты теперь будешь профессор Тим Купили ему бабочку Вот, проводи занятия по лего И вот он стал проводить эти занятия по лего Для своих друзей сначала А потом и другие дети стали приходить по сарафанному радио И вот уже через год таких занятий Он придумывал свои цивилизации Они там развивали космические ракеты То есть он все продумывал сам эту программу Но через год он выходил и говорил Всем привет, сегодня у нас на занятии И на интерес лего можно было нанизать Вот наше взрослое какое-то видение Что еще мы хотим дать этому ребенку И точно так же, если внимательно смотреть на то Чем ребенок увлекся В это можно еще добавить своего взрослого Значит, следующий пункт у нас Могу делать Могу для меня связано с волей И я вижу, что наше поколение Вот это 30+, мы выросли такими мечтателями У нас куча идей, которые так и остаются идеями Нереализованными Отчасти я думаю, что это связано с тем Что наше с вами образование было очень-очень теоретическим Сейчас для меня в образовании моих детей Я вижу важным, чтобы для развития вот этого могу Чтобы они много раз от идеи Через собственные руки видели реализацию Поэтому у нас очень много всяких практических заданий И это не важно, что они будут делать Варить борщ, делать деревянных кукол Например, в нашей кооперации есть такой дедушка Который делает деревянные механические игрушки И это, конечно, классно Что они там учатся с ним и строгать И пилить, и с инструментом каким-то общаться Но идея гораздо важнее Вот это то, что они от идеи Через собственные руки Приводят к некому продукту Точно так же Одна мама у нас в кооперации Оператора и режиссер Мы с ней делаем мультфильм Вот они тоже видят, как это из какой-то истории Получается мультфильм Мама-флорист, например, пришла Рассказала про свое дело Чем она занимается И тоже по той же схеме Вот мы попросили ее вот так Рассказать Хочу, могу, нужно миру И вот они тоже соединились И часть девочек захотели тоже попробовать себя в этом Допустим, мы уже решили вот эти вопросы Хочу, могу И теперь остается нужно миру Как же ребенку узнать Нужно ли это миру то, что он хочет И, конечно, прежде всего Не важно, в какой форме образования Этот ребенок в школе Или этот ребенок на домашнем обучении Очень важно его от этого мира не прятать Ни в стенах дома, ни в стенах школы Важно, чтобы он много про этот мир узнавал И если сейчас осень, то про осень и желтые листики Не из учебника, а ехать в лес, в парк И видеть эту осень Каждый день Ощущать ее, нюхать Самое важное Это то, чтобы узнать мир Это нужно узнать людей, которые в этом мире живут Что нужно этим людям И поэтому очень важно Чтобы люди, с которыми общаются ваши дети Они были с интересными идеями Интересными делами Чтобы они были соединены со своим делом Мы сейчас живем в больших городах Часто наши родственники далеко И наше общение становится все более и более формальным Мы не знаем нашего дворника во дворе Мы не знаем продавца Мы не знаем Учителя в школе Очень сложно узнать всех 30 учеников И 30 родителей При всем желании Учитель не может с ними быть в таком близком контакте Поэтому и вот в таких маленьких Каких-то кооперациях Альтернативных школах и так далее Я вижу, что это должно быть что-то очень маленькое Красота в малом Чтобы люди могли действительно знать друг друга Чтобы они знали, кто папа этого мальчика Кто мама Чем мы вместе с ними можем заниматься И только вы в ответе за то С какими людьми будут общаться ваши дети И вот этот вот вариант Он у вас, никто его не забирает И у ваших детей И тоже его никто не забирает Но одновременно с этим Вас никто и не заставляет Вы можете выбрать И если вам кто-то скажет, что это не так Позвольте себе усомниться И пойдите своим путем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ